Хулио Иглесиас, полное имя Хулио Хосе Иглесиас Делла Куэва, является испанским певцом и артистом, входит в число легендарных мировых музыкантов. Благодаря творческой деятельности, продаже свыше 300 миллионов своих пластинок, достиг статуса успешного коммерческого исполнителя Испании. Биография великой личности наполнена яркими событиями, вызывающими необычайный интерес у его фанатов. Детство и юность. Родился Хулио в Мадриде 23 сентября 1943 года. Отец музыканта Хулио Иглесиас Пуга был известным гинекологом страны, а мать Мария Дель Росарио – хранительница домашнего очага, счастливого семейства, домохозяйка. В семье будущего певца рос еще один мальчик, младший брат Карлос. Разница в возрасте между детьми была очень маленькой. Согласно детским мечтам и планам Иглесиаса, он должен был стать дипломатом, юристом или же построить спортивную карьеру, так как обучаясь после школы в католическом колледже святого Павла, серьезно увлекся футболом. С 16 лет молодой и перспективный юноша, играл за клуб Реал Мадрид в качестве голкипера, отличался отличными спортивными данными, на парня возлагали большие надежды, но жизнь распорядилась иначе. 23 сентября 1963 года Хулио попал в страшную автокатастрофу и пролежал на больничной койке в течение двух лет. Нижняя конечность раздроблена, позвоночник поврежден, надежды на то, что Хулио снова будет ходить, практически не оставалось. К счастью, руки несостоявшегося футболиста оказались неповрежденными, поэтому, чтобы как-то отвлечь юношу, лечащий врач разрешил ему играть на гитаре. Здесь в больнице у молодого парня открылся новый талант сочинения музыки и песен. По ночам, мучаясь от бессонницы и боли в теле, он часто слушал радио, писал стихи на высокие темы. Романтизм, предназначение человека. И Глессиас не сдался. Сначала он встал на костыли, старательно разрабатывал ноги, читал много книг по неврологии и победил недуг. Сейчас о том ужасном периоде напоминает только незначительный шрам на лице и легкое прихрамывание. Выписавшись из медицинского учреждения, Иглессиас вернулся в университет, а после его окончания переехал в Англию для изучения английского языка. Обучение проходил в Лондоне и Кембридже. Вернувшись в Мадрид, записался в Королевскую академию изящных искусств, где получил образование, по классу опера, тенор. А ведь еще в колледже Святого Павла руководитель хора, услышав вокальные способности мальчика, рекомендовал ему выбрать по жизни любую профессию за исключением музыкальной деятельности – музыка. Глубоко изучать английский язык Хулио решил не просто так. Друзьям нравились его песни, поэтому они предложили будущему музыканту принять участие в национальном конкурсе, который должен был пройти в курортном городке Бенедором. Для участия требовалось подобрать английскую песню. В Англии у Хулио произошел первый в его жизни импровизированный концерт. Певец случайно в компании друзей посетил паб-эйрпорт-паб. Там, в руках незнакомца, он увидел гитару и попросил исполнить песню. Испанская композиция, повествующая о несчастной любви кубинской девушке, в великолепном исполнении молодого человека, потрясла присутствующую здесь публику. В этот день Хулио получил свой первый музыкальный гонорар. Позже талантливый парень стал выступать в пабе по выходным, исполняя песни популярных того времени музыкантов Тома Джонса, The Beatles и других. В Кембридже Хулио встретил одного человека, французскую студентку Гвендолину Баллори. Именно она стала его музой, близкой подругой. Ей Хулио посвятил песню, которая стала мировым хитом «Гвендолин» в 1970 году и принесла певцу в будущем 4 место на Евровидении. Вернувшись из Англии в родной город, начинающий музыкант и композитор занялся поиском исполнителей для своих песен, отдав несколько музыкальных продуктов в одной из мадридских студий звукозаписи. Хулио вскоре получает выгодное предложение петь самостоятельно и стать участником музыкального конкурса испанской песни. Тогда, исполняя песню под символическим названием «Жизнь продолжается», неизвестному пока певцу удалось завоевать одновременно три премии в следующих номинациях за лучшее исполнение, за лучший текст, за лучшую песню. Это был успех. Спустя небольшой промежуток времени, Хулио Иглесиас достойно представляет Испанию на Евровидении 1970 год, участвует в длительных зарубежных гастролях, выступает на престижных европейских площадках. Талантливый музыкант ярко отличался среди кумиров тех лет. Хулио всегда выходил на сцену в черном смокинге, белой рубашке с бабочкой, а во время пения активно жестикулировал, что вызывало, как восхищение, так и насмешки среди зрителей. Такая манера поведения нравилась публике, и его карьера быстро пошла вверх. В течение нескольких лет после конкурса испанской песни Иглесиас завоевал титул самого известного и успешного певца своей страны, а также самого популярного испаноязычного исполнителя на планете. В 1969 году Хулио записал свой первый диск. Трудолюбие и уникальный талант музыканта стали причиной выхода в свет более 80 альбомов в его исполнении. Во всем мире продано свыше 300 миллионов записей Хулио Иглесиаса. На его счету более 5000 концертов в различных городах мира, включая Москву. Музыкант выступал в дуэте с самыми известными исполнителями современности, маэстро Фрэнком Синатрой, Доли Партон, Дайаной Рос и другими знаменитостями. Громкое имя Хулио Иглесиаса внесено в книгу Регортов Гиннеса. Среди лучших композиций певца можно выделить Амор Амор, Бесэме Мучо, Амбразаме, Байло Морен и другие. Тысячные просмотры музыкальных клипов исполнителя на ютубе говорят о его постоянной востребованности среди слушателей. Сравнить выступление Иглесиаса допустимо с вокальным гипнозом, оказывающим удивительное воздействие на психологическое состояние человека. Личная жизнь. В 1970 году молодой, но уже известный музыкант знакомится с удивительной красоты моделью и журналисткой Изабель Прейслер. Взяв интервью у Хулио, девушка получила приглашение на его ближайший концерт. И уже в 1971 году состоялась их свадьба. Но в 1979 году семья распалась. От первого брака у музыканта осталось трое детей. Сын Хулио Иглесиас младший, дочь Мария Изабель, известный сын Энрики Иглесиас, отношения с которыми он продолжил поддерживать. Брак с Изабель оказался странным и неудачным по разным причинам. Известный музыкант постоянно ревновал супругу, сделав ее заложницей золотой клетки, а сам при этом наслаждался амурными связями с разными женщинами. Вскоре после развода дети Хулио переехали к нему жить в Майами, так как в Испании им находиться было небезопасно. Отца певца Хулио Иглесиаса Пуга выкрали террористы, потребовав огромный выкуп, и мать решила отправить Марию, Хулио и Энрике в Америку. С одной стороны, детям было здесь комфортно, они ни в чем не нуждались, за исключением внимания их известного и постоянно гастролировавшего папы. Второй и настоящий брак Хулио Иглесиаса был заключен с девушкой младше его на 22 года. Миранда Ренисбургер, бывшая модель, родила артисту троих сыновей Родриго, Мигель и Александра, и дочерей-близнецов Виктория и Кристина. Несмотря на статус многодетной мамы, Миранда сумела сохранить прекрасную фигуру, а на церемонии бракосочетания, которая состоялась 20 лет их совместной жизни, выглядела очаровательно. Эта женщина сумела завоевать сердце известного исполнителя, который утверждает, что с ней он готов прожить до конца своих дней. Их любовь с годами становится только сильнее.